Вот Андрей Дуйко, я руководитель эзотерической школы Кайлас. Итак, сегодня я постараюсь ответить на те вопросы, которые вы задаете мне. Сегодняшний вечер это онлайн-вебинар, посвященный тайнам эзотерики. Итак, сейчас я посмотрю, когда начнется трансляция и начну. О, хорошая трансляция, все вижу. Итак, прямо сейчас вы пишите свои вопросы в вебинарной комнате на моем сайте, официальный сайт моей и официальная моя страница дуйко.гуру. Также вы можете в гугле набрать Андрей Дуйко, официальный сайт, и перейти на мой сайт, ознакомиться с моими семинарами, моей деятельностью и всем остальным. Итак, Ляшок Флора. Добрый вечер, Андрей Андреевич, в семинаре программирования 23 в одной из ваших рекомендаций задавался вопрос, каким делом лучше всего заняться, чтобы заработать больше денег перед сном. Мне приснилась звезда, как у Брежнева. Какое ваше мнение, что это может быть? В случае, если звезда снится, это просто будут деньги. Также хорошо заниматься всем, что связано с финансами, вложением денег, накоплением капитала, банковской системой и так далее. Наталья Радченко, Андрей Андрей, с праздником вас и близких, ваших родных. Спасибо, очень приятно. Вас тоже поздравляю с праздником. Сегодня у нас старый Новый год. Всех поздравляю со старым новым. Желаю счастья, здоровья, любви. Наверное, этому и посвятим сегодняшний, наверное, вебинар. Тому, как мы все-таки живем. И вот с чего хотелось бы начать. Наблюдая за людьми, которые достигают высокого материального благополучия, высоких, наверное, материальных таких высот, я начал замечать очень давно, причем начал замечать, что обычно у этих людей есть человек-тиран, который находится где-либо рядом с ними. Это может быть теща-свекруха, это может быть жена или муж, но обычно такой человек находится. Дело в том, что очень часто за такие, наверное, элементы тирании или элементы возможности зарабатывать много. Обычно человеку приходится каким-то образом рассчитываться. В большинстве своем эти расчеты происходят за счет вот таких нервных и стрессовых ситуаций, которые получает человек дома. Вы знаете, мне бы хотелось вам сказать, что один из самых важных таких моментов в нашей жизни заключается в том, какую мы карму наработали и в этой жизни, и в прошлой. И очень часто нам эту карму приходится отрабатывать рядом с теми людьми, которые нас мучают. То есть это могут быть наши близкие дети, родственники и так далее. Если вы с ними боретесь, то тогда вы карму не выплачиваете. А если вы это принимаете, не обращайте на это внимания, как бы принимаете, влюбляетесь, обожаете, это рано или поздно всем надоедает и человек таким образом изменяется. Ну, в случае, если нет конкретно патологических, психических заболеваний, это уже другая форма тирамии, когда там люди друг друга обижают, обвиняют, ненавидят и так далее. Тогда смысл совместной жизни теряется. Андрей Андреевич, хочу отдать собаку в другую семью, потому что не могу ей уделять внимания. Правильно поступаю. Да, будет правильно и для вас, и для собаки. Наталья Малашко. Добрый вечер, Андрей Андреевич, и участки. Здрасте. Лия Алье. Здрасте, Андрей Андреевич. Скажите, смогу ли я стать профессиональной массажисткой, улучшая качество жизни людей? Да, сможете, будете профессиональной массажисткой, сможете зарабатывать на этом деньги. Все правильно, хорошо будет получаться. Роза Саветур. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Насколько я продвинусь в нашей эзотерике и магии в 2023 году? Или так все останется? Вы понимаете, очень часто вы делаете ошибки. Когда человек, допустим, вот в чем основная ошибка эзотерических направлений, фильмов-секрет, или каких-либо желаний человека, мотиваций всевозможных и так далее. Сейчас очень много говорится об этом. И говорилось всегда, особенно после выхода фильма «Секрет», после выхода книг «The Land of Transurfing. Реальность», после всевозможных семинаров по мотивации и так далее. Начали говорить о том, что человек должен очень правильно ставить свою цель. То есть начинали говорить, что нужно ставить цель. «The Land» говорил о том, что цель должна быть такой, проговаривать себе в виде аффирмации необходимо, как будто это уже свершилось, и тогда это будет. Я хотел бы сказать, что по моему мнению это заблуждение. Дело в том, что человека создал Бог и создает события для человека. Я считаю, это мое внутреннее мнение такое, мое положение вещей. Опять-таки хочу сказать, что это мое внутреннее понимание мира. Я просто о нем выскажусь, но это не значит, что вы должны его принять или разделять со мной. Каждое останется при своем. Но я считаю, что каждый человек родился с одной лишь задачей. Эта задача – быть счастливым. И Бог, создавая человека, придумал для него жизнь, которая может быть прекрасной, удивительной, и придумал так, чтобы эта жизнь нравилась человеку. Но человек, когда попадает в социум, то этот социум начинает на него влиять. В таком социуме появляются люди, которые навязывают свои идеи. То есть идея – обязательно иметь трехкомнатную квартиру. Идея – жить с молодой женщиной или с очень красивой женщиной. Идея – иметь дорогой автомобиль и так далее. И человек начинает думать об этом. И, как сказано, вот в этих всех, о которых я говорил, ну не всех, конечно, но в каких-то эзотерических направлениях, мотивационных направлениях, там, нейролингвистических направлениях, там везде говорится о том, что необходимо ставить четко, абсолютно задачи. И человек, допустим, начинает думать. Мне обязательно нужно ставить задачу, где у меня будет трехкомнатная квартира. И начинает над этим работать, тратить энергию, каждый день повторять, думать об этом. Потом у него не получается, он начинает страдать и так далее. А теперь вопрос. А если эта квартира появится, и там будет неуютно жить? А если задача ваша, жизненная, совершенно другая? Возможно, для вас, для того, чтобы вы были счастливы, наоборот, квартира будет сдерживать. Может, ваша задача уехать в Испанию, жить на корабле, путешествовать по всему миру. Может, ваша задача жить в своем доме, а вы хотите квартиру. Так человек совершает, наверное, одну из самых глубоких и одну из самых неправильных эзотерических ошибок. Я считаю, что основная задача человека, она должна заключаться в том, чтобы быть счастливым. А Бог знает, как достучаться или как вам дать абсолютное счастье. Люди, я хочу вам дать совет. Просите и хотите не чего-то конкретного, а просите себе счастья. Так мы очень уходим от счастья, когда навязаны идеи других людей. Мы думаем, что мы от этого станем счастливыми. И получается, покупаем квартиру, несчастливы. Ездим на машине и несчастливы. Женимся ли, выходим замуж и несчастливы. Почему? А вы ли это хотели на самом деле? Или вам это навязал социум? И здесь такой нюанс. Знаете, дайте ваши борозды правления, вашей жизни в руки Богу, в руки этому миру. И хотите счастья, желайте счастья. Говорите, мне все равно, будет у меня квартира или нет. Я желаю только одного, быть счастливым человеком. Я хочу быть счастливым человеком. Я хочу кого-то обожать, для кого-то жить, наслаждаться жизнью, радоваться этой жизнью. Но самая важная моя задача – это быть счастливым. Именно поэтому человек говорит, допустим, человек говорит, я вашей эзотерикой занимаюсь, Андрей Андреевич, что-то там, у меня ничего не получается и так далее. Смотрите, как все устроено. На пути формирования счастья у человека происходит первое – материальный рост. То есть, если вы только начинаете заниматься эзотерикой, то на первое место необходимо ставить материальное развитие для увеличения материального благополучия. В большинстве своем люди совершают ошибку. Они начинают развивать ясновидение, они начинают развивать там что-либо еще, какие-то качества и хватаются за все сразу. Но дело в том, что те люди, которые начинают развивать паранормальные способности, они должны быть теми людьми, которым дадут ясновидение или дадут возможность просматривать будущее только в том случае, если высшим силам это необходимо. А им это необходимо только в том случае, если человек не будет на этом зарабатывать. То есть, ему будет все равно. Кто хорошо снимает информацию? Снимают информацию хорошо только те люди, которые не заинтересованы на материальном благополучии. Я часто замечал в своей жизни, допустим, какие-то любовницы, девочки, которые с какими-то депутатами живут, которые по 20 лет нигде не работают, они великолепно снимают информацию. Они содержанки или они чьи-то жены и так далее. Почему? У них нет материальных задач, они запросто могут снимать информацию. Дело в том, что это такая особенная духовность, и она происходит путем отрицания, отрицания материального, то есть это не беспокоит. Человек не думает о деньгах, человек не думает о здоровье, он просто живет. Тогда он может снимать информацию. Таким образом, допустим, человек говорит, я хочу развить у себя ясновидение. Нет, идите правильным путем. Развивайте сначала все таким образом, чтобы у вас увеличилось материальное благополучие. Когда можно сказать «хватит»? Можно сказать «хватит» в тот момент, когда вы не будете задумываться, в тот момент, когда вы что-то покупаете или что-то не покупаете. То есть как живут обычные люди? Они задумываются перед тем, как покупать, нужно им это или не нужно. Потом, когда человек плавно начинает становиться на ноги, больше зарабатывает, он начинает покупать и не думает, сколько он потратил. Когда человек много зарабатывает, то он покупает или нет, не задумывается. То есть для него покупка является естественным, таким же моментом в жизни, как, допустим, дышать или спать. То есть он не обращает внимания на финансы. Таким образом, я могу сказать вам, если вы начинаете развиваться в эзотерике и едва сводите концы с концами, первое, на что необходимо обратить внимание, начните обращать внимание на то, насколько обращаете внимание на эзотерические семинары, которые посвящены материальному благополучию. Это всевозможные СНГЯ по привлечению денег, это всевозможные мантры денег, это Саншайн Кокон денег, это Шумы денег, это семинары, которые посвящены материальному благополучию. Используйте данные техники, увеличивайте свой бизнес, работайте над этим. Один-два года могут привести вас, один-два года интенсивной работы над этим в дальнейшем может развернуть вашу судьбу таким образом, чтобы вас это больше не беспокоило. То есть вы будете материально обеспечены, просто сосредоточьтесь на этом. Когда человек говорит, что мне даст эзотерика, или там что-то поменять и так далее, меняйте направленность. Не торопитесь развиваться, не торопитесь развиваться, наверное, там ясновидение, не торопитесь в какую-то сторону нырять. Начинайте увеличивать свою энергию в сторону материального благополучия. Я считаю, это является началом. В дальнейшем, когда человек начинает проходить ступени, допустим, моей школы, то появляется такой вопрос, зачем все это? Так много всевозможных эзотерических практик, техник. Построение котла сублимации, когда человек из своей головы сбрасывает негативные эмоции в свой живот, которые там перегорают. Помните, об этом рассказывал на второй ступени. Цицилиндр – это когда циркуляция энергии между чакрами свободно движется и у человека появляется ощущение такой заземленности, то есть очень быстро переживание заканчивается, нервы сами по себе исчезают, то есть человек становится спокойный, такой убежденный, ровный, постоянно там сосредоточенный, там улучшается память, улучшается здоровье и так далее. На четвертой ступени я рассказываю, как построить ваджарный котел, и мы вдруг начинаем дополнительно еще одно чувство ощущать, которое появляется у нас в груди. Необычно это, для многих это является открытием, но весь мир настолько красиво начинает по отношению к нам расцветать, близкие становятся красивее, мы становимся лучше и красивее. Мир как будто хочет нам больше давать. Все начинают очень хорошо относиться, и те, кто уже прикасался к этому, к такой магии, наверное, ну, чрезвычайно удивляются. На шестой-седьмой ступени я объясняю, каким образом можно увидеть свое сознание, там рассказываю о поднятии энергии кундалини. И тут такой вопрос, а для чего? Зачем так заморачиваться? Жизнь может быть и так прекрасной, знаете, человек может без всего этого обходиться. Я хочу вам сказать, что человек всегда мечтает достигнуть какого-то определенного надсостояния или надсознания. И наша школа таким образом устроена, что это надсознание мы можем получить определенным образом, путем поиска, я это называю поиском чистого разума или сияющего чистого разума. Когда человек проходит на мои ступени, строит вот эти котлы, строит эти каналы, работает над этим, чего он может добиться. В определенный момент во время медитации с закрытыми глазами, отрицая свое сознание и видя в сфере сознания появляющиеся свои мысли, мы можем выйти из своего тела. Но это отличается от внетелесных выходов, которые говорят в астральной левитации. Когда человек начинает путешествовать в астральном мире, то он находится в астральном теле. Когда человек находится в своем теле, он тоже находится в своем теле. Когда у человека достаточно энергии, он может видеть свое сознание, в какой-то момент он может себе сказать слова. Я вижу свое сознание, я ищу первоначальное сознание, которое не обусловлено мной, я отпускаю это сознание. В этот момент может сознание и душа покинуть тело, и человек перестает воспринимать свое физическое тело, перестает помнить о том, что у него есть нюх или слух или еще что-то. Но когда мы лишаемся всего этого, то у нас появляется и остается лишь одно – это чувство. Мы погружаемся в невероятную, огромную и теплую такую систему, которую условно можно объяснить, как чувство бесконечной радости. Мы погружаемся и начинаем чувствовать эту бесконечную радость в виде трепещущего, невероятной по своей силе ощущения, которое описано как состояние самадхи или состояние нирваны. То есть мы переходим в такие состояния, которые в обычном мире или в обычной жизни мы никогда не можем ощутить. Возвратившись же в свое сознание, мы получаем сумасшедший импульс, который прежде всего запускает наш мозг, получая невероятное, потрясающее чувство удовольствия, подобное десятки тысячному оргазму, который возникает в нашем сознании. Что это происходит? Мы вдруг в какой-то момент начинаем ощущать внетелесное проявление всего божественного, ощущая эту божественную, бесконечную, огромный, божественный, бесконечный океан чувств, потому что у Бога нет глаз. Мы тоже переходим в это состояние, не имея сенсорных ощущений, и мы погружаемся только чувствами. Поэтому наша душа, она погружается в чувства, объединяясь с энергией Бога, которая бесконечно купается в океане наслаждения и в буквальном океане вот таких бесконечных радостных волн. Энергия бесконечной, бесконечной радости. И это и является... Зачем нам это нужно? Направляя в дальнейшем такую радость в сферу своего бизнеса или в сферу своего здоровья или в сферу влияния на какого-либо человека, мы направляем настоящую энергию божественной любви или божественной радости, к которой мы прикоснулись. Тело очищается, становится моложе, чувства появляются, они изменяют пространство вокруг нас, появляются способности влиять на кого-либо и так далее. И таким образом все семь ступеней являются элементами подготовки нас именно вот к такой трансцендентной медитации, которая в дальнейшем обязательно происходит сама по себе. Почему? При перенакоплении энергии радости такие состояния становятся со временем или появляются со временем все чаще и чаще. Я об этом, кстати, рассказываю. Мы обновленные, старые ступени. То есть вот эти процессы необходимо пройти. Это путь принятия, это путь доброты и так далее. То есть об этом говорю. Таким образом и происходит наша такая духовная реализация. А мы, как эзотерики, стремимся к тому, чтобы дойти до вот такой квинтэссенции. Ну и плюсом является то, что рано или поздно мы этого достигаем. В этом, наверное, является основная доктрина нашей школы научиться вот таким образом влиять. Все остальное – это методы. Также от самого течения школы есть ответвление. Это ответвление целителей, где я обучаю, каким образом можно лечить человека. Что при этом чувствовать? Как при этом происходит целительство? И еще раз, когда человек, допустим, говорит, что я в вашей школе, я стремлюсь к чему-то в вашей школе, то нужно понять, что в нашей школе можно даже не заблудиться, а двигаться в совершенно разных направлениях. То есть если вы выбрали для себя занятие целительством – развивайте это. Если вы выбрали материальное благополучие – развивайте это. Если вы выбрали оздоровление – развивайте это. Если вы выбрали развитие паранормальных способностей – развивайте это. Но развивайте что-то одно. Делайте это качественно и долго. Для большинства людей я хочу сказать, что в случае, если человек голоден, если он переживает за будущее, если у него нет возможности материального благополучия, Начинайте с этого. Работайте над тем, чтобы быть успешным именно в этом. Таким образом, улучшив материальное благополучие, сделав так, чтобы в жизни этот вопрос сам по себе больше вас не беспокоил, вы достигнете гораздо большего во всех остальных аспектах. Вот так. Не торопитесь там открывать ясновидение. Нелли Абармина. Подскажите, пожалуйста, получится запустить трех людей в бизнес? Мне надо помочь сыну. Да, получится. Анита Якускина. Здравствуйте. Может, посоветуйте мне искать работу или инвалидность? Мне 56 лет. Лучше инвалидность. Наталья Питгерная. Здравствуйте. Низкий поклон вам за ваши дела. Спасибо. Подскажите, смогу ли я в этом году выйти замуж? К сожалению. Светлана Любимая. Продали квартиру, остались без квартиры и прописки. Можно ли вернуть квартиру или сосредоточиться на других судебных процессах? Квартиру не вернете. А вот какие-то суды выиграете, да. Квартиру не вернете. Таня Комарчук. Подскажите, продам я свой дом в этом году? Да. Добрый день. Четыре раза проверяю ритуал искупления семьи. Все ли я сделала правильно? Продолжать дальше или списали долг? Нет, еще долг не списали. Нужно продолжать. Марина Анирам. Я постоянно пребываю в иллюзиях, либо в прошлом, либо в будущем. Можно как-то эзотерически избавиться от этого? Конечно. Вам поможет моя первая бесплатная эзотерическая ступень из эзотерической школы Кайлас. Там я рассказываю об удивительном методе резинки. Одевайте на запястье резинку от денег. И в тот момент, когда вы заметили, что вы думаете о прошлом, ударяйте себя резинкой. Или начинаете мечтать, тоже ударяйте себя резинкой. Чем мощнее человек живет в настоящем, тем более материально он успешен. Это доказано уже. Метод резинки. От Дуйко. Осият Байкулова. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, недавно развелась с мужем. Все равно звонит и приезжает. Сойдемся ли мы с ним, или каждый встретит свое счастье? Скорее всего сойдетесь. Скорее всего сойдетесь. Делайте это побыстрее. Валентина Бадича. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Изучаю ступень. А также меня интересует целительство. Скажите, стоит ли мне продолжать учебу? Проходите двухдневный семинар целительства, который у меня можно приобрести на моем сайте. И вы будете самым лучшим целителем в вашем регионе. Это удивительный, мега мощный и чрезвычайно эффективный семинар. Я почитаю письма, которые мне пишут ученики школы сейчас, вот сегодня буквально. Здравствуйте, Андрей Андреевич. И со Старым Новым Годом и вашу семью. Большое спасибо за волшебное программирование 23-го года. Я с таким восторгом, невероятной радостью выполняла практики. Просто чудо. Мне очень захотелось поделиться своими ощущениями. Это настоящее волшебство. Я искренне верю, что все произойдет, потому что радости нет предела. Мне кажется, что я начала людей воспринимать по-другому, уважать их мир и свой. И спасибо вам, пожалуйста. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Сейчас. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Прочитал сутру папе. От грыжи взял метод исцелительной механики и говорит, что боль ушла и боли прошли. Дальше. Забыл сказать, что когда у папы болела спина, вспомнил метод черное клише, как вы рассказываете на семинаре «Целительство. Часть вторая». Обвел, запечатал, представил там сказано, человек начинает чувствовать себя лучше через несколько дней. Уже это и произошло. Мы вам очень благодарны. Все ваши практики по целительству переписаны и работают. Спасибо большое вам, учитель. Такие письма я получаю постоянно. То есть люди, которые пробуют заниматься целительством, у них это получается. Если у вас очень хорошо работает воображение, есть такие методы целительства, которые называются «ментальные практики целительства». Это когда человек представляет человека, представляет то, что я даю, а это называется «ментальная программа», и человек выздоравливает. Каким образом это работает и как можно проверить на себе этот метод? Допустим, у человека болит позвоночник. Можно представить, что там, где позвоночник, трубка. И вы в эту трубку наливаете золото. Вот если так представлять, то у человека перестает болеть позвоночник. Дальше у человека, допустим, кашель очень сильный. И необходимо человеку там с кашлем помочь или там полечить ему легкие. Нужно представить, будто там, где находятся легкие у человека, находятся розовые яркие огненные шары. Или второй вариант – заполнить легкие розовым цветом. Таким образом будет устранено заболевание легких. И там еще к каждому этому методу дается определенный ключик, который я называю чит-кодом. То есть там, допустим, если заболевание спины, определенный звук человек произносит или определенные слова. Они выглядят как тарабарщина. Там Рам Хаум или Там Нам или Нам Тхам и так далее. То есть как-то вот так. Но это работает очень эффективно. Этих ментальных кодов, по-моему, их там до 200, наверное. Один из самых лучших семинаров – это все-таки двухдневный семинар обучения целителя. Я вот прямо гарантирую, что те люди, которые его когда-либо пройдут, будут показывать невероятные, эффективные результаты, общаясь и работая с другим человеком. То есть от начала, что представлять, как считать, что ощущать, как думать, как происходит. Там же я рассказываю и о методах. И программирование, и гипноза. Объясняю, почему получается у Кашпировского лечить. Кстати, так обижается на меня этот человек. Зачем ему это, слушайте? За чепуха. Я хорошо отношусь к Кашпировскому. Объясняю, каким образом и какие целители, как работают, почему помогает там исцеление в церкви, почему помогает там. И очень много вообще об этом рассказываю. Такой очень плотный семинар. Получается там 4, 4, 4, 4, 16 часов информации. Вся информация эксклюзивная. Никогда читая, никакие книжки, никакие семинары, какие бы вы ни проходили, такой информации никогда не найдете. И все-таки, и все-таки, хотелось бы все-таки ответить Светлане, ага, хотелось бы все-таки ответить нашей Розе Савитур. Я вам обещаю, что вы не только продвинетесь, а измените вашу судьбу и вашу жизнь так, что всегда будете в этой жизни счастливым человеком. Просто хотите счастья. Людмила, моя дочь собирается уехать на работу. Скажите, лучше в Австрии или в Германии? В Австрии лучше. Наталья, с праздником. Скажите, я общаюсь с мужчиной из Литвы. Стоит создавать отношения? Не стоит. Пожалуйста, ожидает ли меня опасности для моей жизни в этом году? Не ожидает. Марина, подскажите, какое направление выбрать фотографии? Часто переезжали в последнее время, и направление менялось в зависимости от требований. От сенсуальной съемки до свадебной. Потом арт, нуд, фэшн. На чем мне лучше сконцентрироваться для развития карьеры? Ну вот, арт, нуд, наверное, вот это фэшн. Вот это лучше. Андрей Андреевич, с Новым годом. Мне в сентябре 33. Встречу я свою любовь? Да. И выйдите замуж тоже, да. И детей родите еще. Хочется работать самостоятельно. Получится ли у меня, переехав в Польшу и делая массаж? Получится. У мамы старшей сестрой очень сложные отношения. Маме 83 года. Сестра живет с ней и очень агрессивно настроена к ней. Забирала к себе в съемную квартиру, но она захотела вернуться назад. Делаю обнимашки, один круг кровообращения. Улучшится ли у них отношения? Улучшится. И надо переживать. Все будет хорошо. Если можно, вопрос. Мужчина сделал мне предложение. Дата свадьбы неизвестна. Один год или это два года пройдет. Можно ли эзотерически заранее подготовку по мелочам планировать, покупать бокалы и так далее? Конечно. Смело это делать. Вам предстоит сейчас не бокалы покупать, а памперсы. Поэтому вам будет некогда выходить замуж с рождения ребенка. Я носила серебряный крестик после семинара программирования. После Нового года он почернел. Может я что-то сделала неправильно. Всегда помните, что серебро, оно окисляется. Каким образом это происходит? Смотрите. Когда человек Новый год празднует, то во время Нового года он пьет алкоголь или принимает алкоголь. Также много ест. Когда человек принимает алкоголь, у него всегда закрывается желчный пузырь. Это одна из особенностей принятия алкоголя. Если желчный пузырь закрывается, у человека отрыжка, у человека появляется вздутие живота, появляется горечь во рту и сжога. Это все является следствием закрытого желчного пузыря. Появляется запор или наоборот диарея, диспепсия. И когда это происходит, это называется условно. Если в этот момент провести исследование крови, то в крови появится высокое количество молочной кислоты. По-другому это звучит так. Ацидоз. Когда появляется ацидоз и растет кислотность крови, то появляется кислая поверхность на нашем теле. Если провести языком, то будет ощущение небольшой кисловатости. Также пот становится немного подкисленным. Серебро реагирует на любую кислоту. Поэтому, когда чернеет крестик, это говорит о том, что у вас есть ацидоз. Поэтому обратите внимание, начните каким-то образом, есть, допустим, зеленые продукты питания, авокадо, зеленые яблоки, огурцы. Такие продукты питания обычно защелачивают. Начнете кушать каждый день огурцы на протяжении месяца, после чего ваше серебро больше чернеть не будет. Это совершенно никак не связано с вашим программированием. Это связано с Новым годом и выпивкой. Также всегда помните, если пьете алкоголь, обязательно на следующий день или на протяжении недели или месяца пейте препараты или горечи, которые будут гнать желчь. То есть это может быть мой препарат или чай лунглин, это может быть препарат медицинский аллахол, это может урсофальк, это может быть какой-нибудь горечи дуйку амарум или горечи, которые вы можете приобрести в аптеке. Освобождайте желчный пузырь. Самый простой способ освободить желчный пузырь, но если нет язвенного заболевания или гастрита, это один стакан чая зеленого, в который добавляется небольшое количество сахарозаменителя, ксилита или сорбита. А еще лучше, если это будет чай из шиповника. То есть чай из шиповника с добавлением ксилита или сорбита имеет очень ярко выраженный желчегонный эффект. Здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите у мамы со старшей сестрой. Ответил. Анжелика, вы потрясающе выглядите сегодня. Ой, спасибо. Помогите с выбором. Мне нужна операция по гинекологии удаления кисты и полипов. Я сейчас работаю в Ираке. Здесь нет хороших врачей. И очень дорого для иностранцев. Без операций. Делать операции. Нет почты, чтобы заказать препараты. Будьте добры, скажите мне бежать в Казахстан, так как контракт еще не закончен. И они меня не отпускают. Или продолжать работу в Ираке, искать средства на врача. К сожалению, вам нужно искать в Ираке средства на врача и продолжать работу в Ираке. Если вы сделаете по-другому, для вас будет не лучше. Не бойтесь. Это не сложная операция, совершенно не опасная. Если у вас нет боли, если нет кровотечений, если у вас есть менструация, и вовремя, то тогда не нужно торопиться делать операцию по удалению кист и полипов. Валентин. Соседу пришла третья повестка. Скажите, можно ли ему дать защитный символ? Он в виде янтры. Прямоугольник, разделенный на 9 квадратов цифрами. Сосед не ученик школы. Да, всем абсолютно можете дарить данный символ. Этот символ специально мной разработан для того, чтобы на человека никак не влияли. Человек не умер в насильственной смерти. Мне самому стоит готовиться отбыть туда же, в СССР? Скорее всего, нет. Скорее всего, вас это минит. Поэтому можете не особо бояться. В этом году открываются определенные ворота. Это ворота везения и ворота забирания неприятностей. Как их определить? Ворота везения, материального везения, энергетического везения, они открываются, если открыть компас и сесть лицом на 150 градус. 150, смотрите. Вот так все по кругу, это 360 градусов. Вам необходимо сесть на 150 градусов и просто сидеть. Вот так медитировать или читать мантры. Тогда будут и деньги, и энергия, и будет желание жить. А если сесть лицом на 330 градус или к 330 градусу, то тогда вы можете думать о долгах, неприятностях, каких-либо происшествиях в жизни и вот таким образом сможете отдавать. Дело в том, что таким образом в этом году есть два направления. Одно забирающее, а другое тающее. Поэтому, сидя на клецом, к 150 градусу, вы можете заработать, ну не заработать, а накопить энергию денег, здоровье или отдать болезни, сидя на 330 градус. Наргиза Кемалов. Андрей Брисов, мне оставаться на своей работе, 15 лет работаю или искать другой оставаться? Здравствуйте. Символ отвороста можно нанести на внешние стены дома перед покраской, имеет ли цвет значения? Не имеет цвет значения, нанести можно. Все равно, даже если он прозрачный, главное, чтобы он был. Можно нанести? Да. Мне 51 год, живу с сестрой. Будет ли у меня свое жилье? Да. Вы потрясающие. Спасибо за ответ. Я истекла кровью месяц, сейчас пью гормональные таблетки, чтобы не было кровотечения. Назначили операцию, потом передумали делать и сказали, чтобы я принимала препараты, киста сама уйдет. Они правы. Это вам дали гормональные препараты, которые будут тормозить у вас, тормозить у вас процессы высокого, нормализует гормональную панель. Все правильно, они сказали, и скорее всего, киста так и есть, сама скорее всего и уйдет. Подскажите, как закрыть долг денежный, когда, каким образом, будет ли все хорошо с дочерью. Вам необходимо начать проходить первую ступень школы Кайлас. Дойти до того момента, где я рассказываю, там трехчасовая лекция есть, о том, как отдавать долги. Там я объясняю, как можно использовать магические приемы, как сделать так, чтобы человек отдал долг, как сделать так, чтобы самому отдать долг. Даю там и мантры, и даю специальные обряды, и рассказываю, каким образом это делается. Пожалуйста. Здравствуйте, выиграю ли я суд с ЖЭКом? Нет. Здравствуйте, запуталась, в каком направлении смогу? Началось, да. Здравствуйте, моя мама читала мантры полгода, чтобы найти работу и зарабатывать больше денег. Она работает и получает хорошую зарплату, но денег не хватает на закрытие долгов. Подсоветуйте, что делать? Дело в том, что долги отдаются только в случае, если у человека есть намерение их отдавать. И отдача долгов, это необходимо ставить на первое место. Но обычно человек хочет отдать всю сумму. Не торопитесь отдавать всю сумму, но начинайте отдавать. Начинайте отдавать хоть сколько, и тогда отдадите очень быстро все остальные. Так человек обычно говорит, у меня есть гораздо больше, мне больше трудностей, мне надо туда, туда, и мне не хватает, и так далее. Должно быть намерение. Главное иметь желание отдавать долги. Начать всегда необходимо. Дело в том, что начните отдавать мало и появится возможность отдать все в дальнейшем. Это 100%. Здравствуйте, скажите, как в этом году сложится моя личная жизнь? Ничего не светит. К сожалению, ничего не светит вам в этом году. А жаль. Ирина Козлова. Підскажіть, будь ласка, чи варто відновлювати стосунки с колишним чоловіком? Хочи вернутися в семью? Да. Да, так и есть. Кстати, надо его лечить, потому что он болеет. Так что лечите вашего мужа. Плохо ему без вас. Хорошая вы. Тетя. Каліна Заболотня. Доброго вечера, Андрей Андрей. Скажите, будь ласка, у человека проблемы с мочевиком. Это простудно или нужно обратиться к урологу? Да. Это нужно обратиться и до уролога, и до нефролога. Ну, уролога. Потому что есть и мочекаменная болезнь, и проблемы, предстательной железы, простатит. Да, это все у него и проблемы с почками, и даже развивающаяся почечная недостачность. Все это лечится, но поторопитесь, вам действительно нужно обратиться к урологу. Как живут женщины и мужчины? Обычно мужчина живет так. Когда его отправляешь к врачу, то он делает анализы. Если там что-то нашли, он старается это не лечить. Почему? Ну, мужчины так устроены. Знаете, мужчина и женщина отличаются тем, что в природе мужчина связан с тем, чтобы только осеменить женщину. То есть, он осеменил, она после этого несет ответственность за детей, она их выращивает, кормит, заботится, думает. Ну, а его задача как бы уже решена. Именно поэтому природа включает функцию уничтожения мужчин. То есть, мужчины, если их не заставлять, они лечиться сами никогда не будут. Мужчины никогда не озабочены своим здоровьем. Они никогда не обращают на это внимание. Они не хотят лечиться, их необходимо заставлять. Если любите своего мужчину, делайте исследование и заставляйте его лечиться. Потому что мужчины настроены на саморазрушение. Женщины нет. В случае, если у женщины что-то заболело, и ей врач поставил диагноз, она начинает переживать. Почему она начинает переживать? Ей необходимо потом вырастить своих детей, заботиться о семье и так далее. Поэтому у женщин, в отличие от мужчин, стоит функция самосохранения. Поэтому в случае, если у мужчины нашли, вы говорите, ну что, будем лечиться, знайте, он всегда будет говорить нет. Умирать будет, лежать. И будете говорить, давай укол сделаем, давай полечим. Будет болеть, и будет говорить, нет, нет, не хочу. Само пройдет не надо лечить, не верьте. Это инстинкт саморазрушения работает. А нужно, чтобы работало, сохранять его может только любимая супруга. Да, супруга моя любимая? Где ты там? Ушла уже? Иди, я тебя покажу людям. Не хочет, убежал. Юлия стихова. Андрей Андрей, спасибо за новый взгляд на жизнь. Смогу я в этом году забеременеть и родить? Да, скорее всего, забеременеть сможете. Ура, ваши руны меня вдохновили и получается гадать. Ну, спасибо. Ваша философия школы чудесной, волшебной. спасибо. Здравствуйте, Андрей Андрей. Скажите, пожалуйста, у меня постоянное дежавю. Можно сказать, я им живу. Что это значит? Когда у человека дежавю, это говорит о том, что его предупреждают, чтобы он обратил внимание или чего-то не делал. Дежавю – это нехорошо. Поэтому, если у вас дежавю, как будто это происходило, знайте, вам необходимо рассмотреть эту ситуацию, которая у вас происходит, так, чтобы она не повторялась. Это вас по-другому тыкают носом. Говорят, это необходимо, особенно на это необходимо, особенно тщательно обратить внимание. У меня было когда-то дежавю. Было дежавю, как будто я сажусь в машину, а было дежавю, как будто я в нее уже садился. И это была новая машина, и это было у меня несколько недель. Ну, дежавю и дежавю. А потом я на этой машине разбился. Потом была вторая ситуация, с аналогичной машиной, с другой уже. И когда это начало происходить, вновь мне там показывают, как будто так вот уже было. Там весна, столбик, я заложу машину, и я вот подхожу, а там весна, столбик, я в машину должен залезть. Я после этого сосредоточился и начал. Потом было так, что в поворот какой-то там заезжал. У меня как дежавю, поворот, поворот. И через три дня на этом повороте кто-то там в меня въехал, скорая помощь, грузовая какая-то машина, которая скорой помощи принадлежит. Таким образом, даже по своему собственному опыту, да вообще по опыту, дежавю является предупреждением. То есть необходимо посмотреть, на что необходимо обратить внимание и обратить на это внимание. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли у меня везение фортуна? Фортуна появляется у тех, у кого на протяжении дня много есть радости и восхищения. Восхищаетесь чем-то? Будет везение. Обычно люди, они наоборот, загружают себя. Вот это не нравится, это плохо. Вот если не нравится плохо, если ничего не радует, то тогда у вас не будет фортуны. Если радует будет, фортуна – это то, что можно развить у себя. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Дякую, че практикам, спершу обновленную на особистом плане все прекрасно. Финансово пока не все. Че может быть, шо ситуация выправиться пися, зами же. Дуже дякую. Конечно. Смотрите, почему появляется материальное благополучие. Материальное благополучие появляется только в том случае, если очень много внутреннего счастья. А счастье можно назвать обожанием. Вот смотрите, чем будет больше тех, кого вы обожаете или того, что вы обожаете, вот обожаете кошку, обожаете собаку, будет влиять на увеличение материального благополучия. Обожаете детей, обожаете рисовать, будет увеличиваться материальное благополучие. Вот если много есть вот этого обожания, то больше будет материального благополучия. У меня есть друг, Игорь его зовут, он очень знаменитый человек, он нереально обожает свою жену, он нереально ее обожает и боготворит. Живут они уже вместе, наверное, лет 40, но они не просто богатые люди, они мега богатые люди. Но он обожает работу, обожает детей, обожает жену, обожает собаку, обожает ездить, обожает общаться, обожает встречаться. И он говорит, вся моя жизнь, она состоит из того, что я кого-то обожаю. И вот у него из-за этого получается, понимаете. А если вы никого не обожаете, если у вас вот такой внутренней радости не возникает, то это и есть питание денег. Вот если у вас такое есть, или если вы будете над этим работать, то будет больше у вас материального благополучия. Люди же живут так, они расстраиваются. Расстраиваются. Новости посмотрела там, это не нравится, это не нравится, вот это не нравится, дети бесят, нога болит. И тут еще это, вот эти раздражают еще, оскорбляют. Заходят в состояние, я его называю черным состоянием или состоянием черни. А еще начинают критиковать, злиться, материться, беситься. Еще выпьют единственная радость, потом отходники плохо, голова болит, руки трясутся и так далее. И потом, что-то вообще перебиваюсь, ничего не получается. Потом в интернете там понаписывали всем плохие комментарии, кого-то послали, ненавидите кого-то и так далее. Нет, нет, так не будет денег. И вот что. Тогда нужно устраиваться на работу политикам, чтобы воровать. Там эта система работает хорошо. Может ли курс целительства работать на животных? Я ветеринар, может. Я обожаю смотреть ваши эфиры, значит богато буду. Да, согласен. На мои, знаете, ученики школы когда-то придумали такую тему и сказали, можно всегда бесконечно смотреть три вещи. На то, как кто-то работает, на то, как горит огонь. И смотреть бесконечно первую ступень школы КАЭВАС. Вообще хочу сказать, когда вам будет плохо в жизни, когда вы упадете духом, когда у вас появится ощущение, что все потеряно, ничего не нравится, когда вы потеряете, может быть, там, ну не знаю, радость внутреннюю, включайте мою первую ступень и смотрите. Послушайте, это работает 100%. Я ее таким образом создавал, чтобы вдохновлять, мотивировать, чтобы у людей появлялось желание жить, появлялось желание дышать. Найдите вновь себя. И если все плохо, на какой бы вы ни были ступени, возвращайтесь на первую. Если все плохо, включайте хоть небольшой отрывок и смотрите. И все будет улучшаться. Тем более это бесплатно. Я вновь выложил ее бесплатно. Она сейчас находится на моем канале. Дзебилы. Ужас. Ответь. Ой, красиво у вас тут написано. Будет ли у меня машина BMW в ближайшее время? Нет, в ближайшее время нет, не будет. Будет или не будет? Скорее всего, может и есть. Может поэтому и не будет, что она уже есть у вас. С наступающим новым уроком. Здоровья, счастья, мыру вам и вашим рядным. Мне 65. Можете поехать и на работу в Германию? Дякую. Можете, да. Дорогой, с уважением. Спасибо. Подскажите, стоит ли мне с сыном, которому 9 лет, обратиться к урологу? Один раз были. Но мне нет, не болеет. Ребенок урологически мне не нужно. Все хорошо. Скажите, в какой... Не отвечаю. Антонина Зали. Что меня ждет? Ждет счастье и радость. А еще длинная, бесконечно прекрасная жизнь. Алексей Басевской. Здравствуйте, Андрей Ильич. Получится ли открыть салон в этом году в Польше? Принесет ли прибыль? Принесет. Да, стоит. Как отводить сына от дурной привычки? Он покуривает травку. Представляете, сын, который курит травку. Представляете, будто вы его берете вот так. И представляете, будто здесь сын травку курит, а под землей его, как в картах, двойник такой. И разворачиваете вверх тормашками. Тот двойник появляется сверху, а тот, который курит, остается под землей. После чего, представляете, тот, который сверху, представляете, будто он засветился белым цветом. Это даст ему силы, как лампочка белая, неоновая. Это даст ему силы бросить курить. После чего обязательно запечатайте, как я обучаю с мантрами, и раскрутите программу против часовой стрелки с надписью пусть данная программа работает 365 дней, запечатав при этом с мантрами, которые я даю на ступени. Если вы не знаете, то тогда эта практика не для вас, потому что как вы можете магичить, если вы не знаете принципов? Ваши прогнозы об окончании войны остаются в силе? Скажите, пожалуйста, конечно, остаются в силе. Андрей, с машиной правдой, я начинаю вам верить. Послушайте, отстаньте от меня. Дочка работает в приемном покое больницы. Подходит ей эта работа или лучше уйти? Подходит, да. Подскажите, пожалуйста, как отучить ребенка от груди? Горькая не помогает. Ребенок плачет. Намажьте грудь зеленкой. И два лейкопластыря. Говорите, вава, вава, маме, вава. После этого, когда он зеленкой и будет сосать, показывайте ему зеркало. Он будет видеть, что рот у него в зеленке и будет бросать. Андрей Андреевич, подскажите, что можно делать, чтобы ребенок захотел учиться? Для того, чтобы ребенок захотел учиться, восхищайтесь им. Говорите, как дела? Вот там вот. Какой ты молодец. Вот это да. Ты даже нас переплюнул. Знаете, воспитание детей, это начинается всегда с стимуляции естественных рефлексов. И формирование полезных привычек. Обычно это выглядит так. Как вот, допустим, у меня было там с детьми. Ребенок начал петь, там тихонечко. Ла-ла-ла-ла. Говорю, ой, как у тебя хорошо получается. Какая ты молодец. Что, попробуем попеть? Ну, попробуем. Отвезли, после этого до сих пор поет. Знаете, почему? Если восхищаться тем, что делает ребенок, то тогда он хочет этим делать. Поэтому восхищайтесь просто, и тогда будет получаться. Татьяна Яванская. С праздником вас. Мне 61 год. Что ждет меня в дальнейшем? Счастье и радость ждет вас в дальнейшем. 61 год пока. А дальше будет 71, 81, 91, 101. Счастье и радость. Валентина Цыганков. Я из Харькова. Наш дом и нашу квартиру разбомбили. Сейчас разбирают, завалили. Завал. Сказали, что будут восстанавливать. Скоро ли это произойдет и будет там хорошо. Вы получите новую квартиру. Все хорошо будет. Не переживайте. Ну, что уже? Все прошло. Самое важное, что все живы остались. Что у вас есть силы и желания жить. И вы не опустили руки, не заболели и так далее. Храните семью. Верьте, что все будет хорошо. Печально это все, конечно. Освободители освободили вас от квартиры. Нуркен, мой муж, разведется со мной в Сауле когда-нибудь. Для него я хуже всех. Да, разведется. Принимайте это. Говорит, да, я согласен. Опухоль у меня в голове. Можно лечить медикаментами? Не только можно, а нужно. Делайте это и, скорее всего, сможете заметно улучшить свое состояние. Покупал третью обновленную ступень. Без подарочной третьей старой. Скажите, можно ли сейчас приобрести третью старую, не покупая новую? Да, можно. А я сегодня иду сейчас праздновать проводы старого нового года. У нас в Украине обычно говорят вертеп. Берут козу, люди наряжаются, берут звезду и ходят, и спевают. Чедривки, там, чедривочка прилетела, ластівочка стала тоби, чебе-то ты, господаря, кликати. Ось так, харно. И там добрый вечер тоби, пане господарю, радуйся. Так, цигарь. Так это красиво и тепло. Я обниму свою жену, буду смотреть на этот вертеп. И водят козу еще за собой. Зачем-то. Так, цономерник. На программирование я обряд червоную тряпочку и молоко вам приснула, что я практикую СНГ-76. Делайте. Семьдесят шесть это деньги, значит вам. Так и не знаю. Так и не знаете, потому что этот обряд делается не один раз. Не один. Вот ложите еще. И дождетесь того момента, когда покажут. Сначала приснится лабиринт, потом приснится квадрат, потом еще что-то приснится. А потом покажут, чем заниматься. Это нужно делать многократно. Муж несколько раз пытается сдать теории на вождение. 19-го числа идет, сдаст. Да. Перед течением приснится СУН и СОСНА очень запомнилась дата 19 октября. Что очень тревожит? Что это может быть? Нет, это хорошая дата для вас. Нет, неплохое событие совершенно. Не бойтесь его, ничего плохого не произойдет. Этот цикл, видно, завершится цикл. Может от заболеваний избавитесь или долг кто-нибудь вернет. Ничего такого опасного не увидел. Ваша судьба не страшная. Меня поставили, меня посадят. Скорее всего, да. У меня есть эзотеревские способности, да. Работаю в школе, думаю менять сферу деятельности. Лучше оставаться в образовании. Да, оставайтесь в образовании, переходите в коммерцию. Мне 46, дети будут? Нет. Хотела бы узнать, изменяет ли мне жена? Я не отвечаю на эти вопросы. У евреев говорят, знаете как? Говорят, если жена изменяет, то... У китайцев, не у евреев, а у китайцев. Говорят, если муж изменяет, то из дома выносит. А жена изменяет, дом приносит. Хай в дом несут. Получится мне заработать и купить машину в этом году? Что меня ждет в этом году? Улучшится материальное благополучие? Ну, с машиной может и не получится. А если и получится, то в самом конце года. Ну что? Желаю вам... Брат вернулся в Запорожье. Безопасно для него? Да. Скажите, будут ли у вас новые книги в дальнейшем? Да. Мне невыгодно выпускать книги. Я не умею их продавать. И неинтересно создавать аудиокниги. Потому что это очень дорого. Получается, на то, чтобы записать аудиокниги, книгу «Ваджарное сердце» я потратил на две книги «Ваджарное сердце» и «Магия денег» около 12 тысяч долларов. А на «Доктрину бизнеса» по-моему там 4 или 5 тысяч долларов. А на вот эти 10 мантр с клипами еще 10 тысяч. Ну, может 7. А зачем? Получается, выложил это в YouTube бесплатно. И я не заработал ни популярности, ни увеличения дохода, ничего не произошло. Получается, не очень интересно. Дождусь, может, когда-то будет такой момент, когда популярность вырастет, и люди будут хотеть покупать мои книги, хотеть слушать, хотеть расп... Знаете, как люди обычно делают? Понравилось, человек написал, мне нравится. Но если нравится, опубликуй на своей странице, кому-нибудь еще дай. Таким образом было бы, может, и мне интересно. А, так. У меня есть чем заниматься. Есть куда вкладывать. Втянули в аферу, но не виноват, осудят. Осудят, но не надо бояться, не посадят. Книги все написаны, их просто не хочу... Есть написанная книга «Аэропорт», это вторая часть «Ваджарного сердца». Я его не хочу публиковать. Я книги для себя пишу. Ну что, я желаю всем прекрасного такого праздника. Не забывайте о моих словах, о том, что нужно обожать близких. Хотите быть богаче, найдите что-то или кого-то, кого можно обожать. Пусть и люди, которые находятся рядом с вами, знаете, старайтесь их не заклёвывать. А то, вот я смотрю на мужчин и женщин, семьи. Шипят мужчины, шипят как гуси какие-то бешеные. Женщины шипят. Да что же это такое? Женщина и мужчина, они могут открыть для себя друг друга. Гладьте по вечерам, говорите прекрасные слова, целуйте своих близких. Что вы шипите? Зачем вы их обижаете? Жизнь может быть прекрасной. Что вы делите, если вы живете под одной крышей, под одним домом и спите под одним одеялом? Наоборот, нужно открывать для себя человека. Найти плохое может каждый, а вот открыть в плохом человеке огромное количество прекрасных качеств, вновь влюбиться, это и является, наверное, духовным таким подвигом. А ведь эзотерика это путь духовности. Знаете, не заклёвывайте близких. Наоборот, они же не тотально плохие, не тотально некрасивые, не тотально вредные. Найдите что-то, чем можно гордиться, от чего можно восхищаться. Найдите в них то, что будет вас вдохновлять. Любите их, может быть, даже просто так, безвозмездно. Еще раз всех с праздником. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok